Здарова пацаны! Сегодня, как вы поняли уже из названия видео, мы будем пробовать реанимировать тачку, которая простояла в мороз всю ночь и не завелась. Вообще, чтобы тачка заводилась в мороз, ну как я считаю, может эксперты меня поправят, нужно, чтобы совпали несколько вещей. Во-первых, чтобы был у тебя хороший аккумулятор, который не разряжался бы в течение долгого времени на морозе. Во-вторых, нужно масло хорошее, которое не замерзло бы на кол. Хороший бензин, чтобы там не было воды, соответственно, понимаете, да? И свечки хорошие, чтобы, собственно, у нас было скрасить. У тебя бензиновый двигатель. У меня, видимо, что-то пошло не так, и поэтому замерзла нахер машина моя. Машина старая, 99-го года. Но это абсолютно не важно, кстати, какого года тачка у тебя. Главное, чтобы там был нормальный движок и вот эти вот вещи, про которые я сказал, чтобы с ними было все в порядке. Если с ними все в порядке, тогда тачка заведется, в принципе, никуда не денется. Она не важна, там, сколько градусов, там, 20, 30, да и 40 тоже, в принципе, вот. У меня не завелась. Я предполагаю, что из-за того, что аккум не очень, вот. Но и, возможно, масло не очень, потому что, блин, там синтетика 5W-30 залита, но она недорогое, короче. А здесь очень часто бывает, что чем дороже, тем лучше. Не всегда, но, как правило, так. Вот. И поэтому сейчас я покажу способ, с помощью которого реанимирую я его. Кстати, сегодня у нас, вот на данный момент, вот такая температура. Если вы смотрите это видео, значит, все получилось. Если не получится, то ни хера не выложу. Сразу скажу, способ такой, что нужны прямые руки. Если руки у тебя растут из жопы, то лучше не пытаться так сделать, потому что ты спалишь нахер тачку. Вот и все. Сейчас все покажу. Так, ну, для начала, кстати, я пошел, сходил в тачку, снял аккумулятор. Снял аккумулятор, поставил его на батарею, чтобы он маленько отогрелся, потому что замерз на кол. Вот. И этому аккумулятору 2 года он у меня. Он маленький, блин. И, короче, хер знает, сколько он еще стоял в тачке. Вот. Он нагрелся. Я его поставил на зарядку. Надо, наверное, снять с батареи, или пусть стоит вообще, в принципе, похеру. Вот. На зарядку, чтобы маленько погонял, собственно. Ну, я не думаю, что он зарядится нормально за пару-тройку часиков. Ну, я думаю, нам этого будет достаточно, чтобы запустить движок. Зарядка вот такая стоит 500 рублей. Если вы живете в климате, где холодина, то, наверное, лучше вам все-таки такую заиметь себе. Поехали дальше. Так, короче, пацаны, зашел в магазин и купил вот такие вот штуки. Газ и вот такая вот горелка с пьезоэлементом, который у нас поджигает, собственно. Вы уже поняли мой план, наверное, да? Ну, а сейчас будем пытаться его реализовать. Итак, вот пациент. Сейчас быстренько сниму, потому что холодно. И без стаба маленько будет дрожать видео, потому что, блин, я не уверен, что он в 36 градусов будет себя нормально чувствовать. Короче, сейчас покажу, как все будем делать. Нужно... Давайте сразу снизу. В общем, здесь у нас есть поддон. Вот он. И там находится у нас масло. И вот его нам как раз и нужно нагреть. Вот. Самое главное, но направлять именно на железо пламя, потому что, хоть иначе, можно полить нафиг машину. Я думаю, вы видели видео, да, как с пушками загораются тачки. Надо делать все аккуратно. Минут 10, не больше, нам не надо, чтобы оно закипело. Таким колхозным дедовским способом греем поддон с маслом. Итак, сейчас будем пробовать заводить. Еще раз. Е-мое. Маленько пришлось покрутить. Заткнись, блядь. Подсвистывают ремни. Вот. Но завести нам ее удалось. То есть, короче, смысл в том, что все на самом деле, ребята, решаемо. Вот. Надеюсь, никаких проблем не случится. Сейчас маленько она наберет оборотов и снимем движок сам, как он работает. Надеюсь, ни день ничего не побежит, не выдавит масло. Ну что, пациент жив. Все нормально. Сейчас маленько подтянем клеймы. Там аккумулятор зафиксируем. И вроде бы все тип-топ. Так, ну что, вроде, короче, жив пациент. Вот стабильно набрал оборот и поднимается температура. Я надеюсь, все будет в порядке. Ну, пока что вроде бы все тип-топ. Все, всем пока. Пока.